на к она совершенно не выглядела обеспокоенной возможно улучшились не только ее способности пения но и другие ну вы поняли ладно я не буду рассказывать я там столько наговорил вы не представляете не знаю два часа наверно наговорил именно и по сюжету а сейчас перечитываю уже тупо читаю ну впрочем я думаю не очень интересно всем слушать как я говорю к тому же тут много народа посмотри никакого сравнения с тем что было вчера так ведь но сегодня ведь рождество в это время всегда море народа а я сейчас вспомнила слова одного бедного всеми забытого человека не говори мне такого а ха ха после этого я предложил мику одну очевидную идею давай устроим рождественскую вечеринку госпожа мику соизвольте провести со мной этот праздник такого рода была эта идея но ведь согласись это удача проводить время с такой красивой девушкой ходить вместе за покупками и все такое прочее но это все относительно на нее надо деньги тратить на эту девушку она вредная она красивая к тому же если кто-то посмотрит на ее плечо и узнает что она короче робот то сочтут нашего грешника извращенцам ну а так если не обращать внимание на эти недостатки то да хорошо повезло тем не менее сама то есть мику она то есть естественно хорошо что он ее нашел но вот насчет там некоторых нюансов то есть есть и отрицательные моменты впрочем как и в любой девушки да да спасибо тебе что то не чувствую особой благодарности в твоем голосе что ты что ты я прямо переполнен ею ох не знаю понимаешь ли ты это в самом деле конечно это была правда горькая правда когда мику была рядом меня не беспокоила не зимняя стужа не шум города а меня например они никогда не беспокоят ну ладно к тому же идти несмотря под ноги опасно да знаю я ведь не ребенок а сейчас проверим бабах бывает я знал это сказал это в следующую секунду она упала я сдерживался изо всех сил чтобы не ругать ее а я бы сдерживал свой смех изо всех сил м ау ау эй ты в порядке на секунду замешкавшись я подбежал к мику ну я ведь говорил давай вставай ух только на секунду потеряла бдительность ул она платит такая няко пока она вставала к ней вернулась обычного упрямства однако в уголках ее класса были слезы ты не поранилась ну что же ты осторожнее надо быть знаю это была случайность понятно случайность ох как же она упрямо пожалуй это и есть обратная сторона ее красоты а случайность вот как ага и он ее короче по башке стукну немного ну шлепнул я не понимаю зачем у него такой фетиш что ли по башке ее стучать эй не стучи меня по голове нельзя так обращаться с дамой так она шняка она не дама дамы это что-то серьезно это няко все просто такая няко хорошенькая милая так сказать когда я легонько шлепнул ее по затылку мику громко запротестовала сначала я намеревался просто еще раз прикоснуться к ней но кажется мне это понравилось извращение цена тебя будет бить не стоило ей так злиться эй ты слышишь меня а конечно хорошо слышу ну раз так может ты не будешь больше так делать а понял понял говорят так я еще раз шлепнул мику по голове ах ты злюка в ее голосе послышался гнев ужасающей силы я смотрю до тебя не дошло ты вообще о чем черт возьми думаешь извини ты так мило выглядишь сейчас что это ты такое говоришь вдруг не уходи от темы блин я озвучил нечаянно самовольно озвучил вот этот ха 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 ты снова это сделал закричала мику и в то время как ее щеки покраснели и правда она такая милая когда злится это мику сейчас не время для этого если мы не поторопимся с покупками мы не сможем как следует подготовиться к празднованию рождества да да я понял поэтому давай поторопимся пока мы тут страдаем непонятно чем все торты раз продадут ха 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 ну и отлично да уж сегодня самый пик рождественской лихорадки и спрос на торты просто огромный так что их наверняка распродадут нет мы не можем этого допустить чтобы этого не произошло мобилизуй все свои силы пожалуйста да да так точно скажешь еще раз да ударю луком каким луком у нее где у нее лук я так и не понял к чему это она сказала ну ладно дальше да отлично черт какой у нее сейчас серьезный взгляд такое милое лицо но за ним скрываются шипы я уже не единожды замечал это ладно тогда побежали сказал это она понеслась куда-то быстрым шагом но внезапно остановилась и вернулась что такое а где этот магазин ахаха не смейся надо мной ну ты растяпа нет это не так не так так немного побуждал мы нашли хороший магазин извините думаю это тут а уже направляясь к магазину мику произнесла смотри тут одни парочки ну и что а ну как мику и сказала мы были буквально окружены парочками все они держались за руки их окружала аура счастья любой морковь сидела точно еще пару дней назад этот факт вызвал бы у меня только нецензурную брань но сейчас это совершенно меня не беспокоило а это думал что японцы не умеют так завидовать парочкам и так далее причина ясна ведь со мной была мику они тоже парочка такая вот зачем нужны андроиды чтобы не чувствовать себя одиноким и чтобы так сказать не париться с реальными девушками андроиды лучше ведь ну зачем тебе настоящая девушка ведь я же лучше я же мику самая лучшая из принцесс да почему ты так смотришь на лица этих людей нет ничего ясно что она отстала так просто я ожидал более интенсивного допроса сейчас она молча шла рядом это было так на нее не похоже что я начал беспокоиться мику куча точек не знаю слышала меня она или нет но она продолжала пристально рассматривать окружающие парочки итак продолжим я там проверил запись потому что бывает всякое вроде бы должно все работать я взгляд был ждал то в мою сторону то в сторону всех этих парочек на всякий случай от все таки сохраним еще еще раз проверю все нормально короче я просто не хочу еще раз обосраться и два часа чтобы у меня записи пошли на смарку я примерно до этого места прошел сейчас вот еще дальше немножко и уже буду читать как и для вас это будет уже неизвестный сюжет эй мику 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 а кто тут когда хлопнул ее по плечу она прямо подпрыгнула ты 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 чего это ну ты ничего не отвечала и наверное я ее напугал а ну это а это что такое мику мику быстро посмотрела на мое лицо и руки ее руки то опускались то поднимались ум ага а ну быстро веди в магазин негодник э удивленный такой внезапная перемена я подчинился ну вот мы пришли о какой хороший магазин ха 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 что это ты имеешь ввиду ахаха тут не было никакого скрытого смысла вот же как я вернулся к реальности обратил взгляд на возвышавшийся передо мной универс мах универсам универсам какая разница в таком магазине мы могли обеспечить себя всем необходимым для сегодняшней вечеринки на время можно было позабыть о настоящих и будущих проблемах эхе хе мы занимались покупками около часа выйдя из универа мага сумками в руках мы посмотрели друг на друга теперь у нее у нас есть все необходимое да наверное что с тобой не слышу энтузиазма сказала она со счастливым видом и улыбнулась я хорошо ее понимал кое-кто хочет новую одежду но ничего не поделаешь у нас в карманах пусто разве разве не достойно похвалы если компаньон сделает красивой девушке рождественский подарок а если будешь возражать я тебе это припомню эй к тому же я думаю что этот кто-то будет очень рад и я думаю он не поскупится на благодарность хе-хе сказала она гордо выпятил грудь и ее щеки немного покраснели кажется она пыталась выразить таким образом свою благодарность я чувствовал в ее голосе смесь радости и смущения вот как да так наверное из-за этих странных разговоров я почувствовал перемены в себе возможно по этой причине мне даже начали немного нравиться все эти парочки ведь если подумать то мику права мы будем справлять это рождество только вдвоем ну что может быть пора возвращаться домой а а что такое я уже было пошел когда услышал голос мику позади себя ее рука была протянута ко мне мику а нет это ничего такого я вовсе не хотела взять тебя за руку не подумай не подумай ничего такого да что за руку взять ну блин это тупо это обычно очень не пойми меня неправильно говоря так она переводила взгляд с моего лица на мою руку я сразу вспомнил как вела себя мику перед тем как мы вошли в магазин неужели она хочет чтобы я это все объясняет почему ты все время смотришь на людей сегодня на редкость много парочек народа нет не парочек народа да ну да и что ошеломленная внезапной сменой темы с растерянным видом ответила мику собираясь духом я продолжил свою речь если тут так много народа мы можем потеряться хехе сколько раз тебе повторять я же не ребенок она же ребенок а не ребенок просто наконец я собрался с духом и взял мику за руку мику за руку какая мику эээ ну так вот чтобы не потеряться мы должны взяться за руки а это ну и идем сам не свой от смущения я потянул мику за руку и мы пошли не дергай меня вид у нее был довольно сердитый однако она шла рядом не отпуская мою руку держись крепче чтобы не потеряться хорошо мое сердце билось так быстро что готова было взорваться м девушку за руку боится взять не знаю если бы я таким был я бы до сих пор был девственником как печально но хотя если в японии такие девушки то нужно будет узнать как за ними ухаживать если я поеду в японию девушку искать и от наших сомкнутых рук не передавалось чувство волнения но его все же нельзя было назвать неприятным фу опять она фукает что с тобой ничего сказала она неестественно прозвучавшим голосом и крепче сжала мою руку мы шли по оживленному городу руками кубова такая мягкая и теплая счастливое рождество счастливое рождество произнеся эту традиционную фразу мы чокнулись все чокнулись теперь надо вас в эту психушку отправить бокалы приятно зазвенели кстати мы купили их когда недавно ходили за покупками и они отлично подходили друг к другу эй давай быстрее разрежем торт угу сейчас займусь весь стол был заставлен же рождественскими угощениями посреди стола гордо возвышался купленный с таким трудом торт буче доноэль буче доноэль буче доноэль рождественское полено полено очень вкусно грызть наверное особенно если мику бобер у нее же видите лицо как у бобра он понравился мику с первого взгляда и она не успокоилась пока не получила его а не режь с этого места так кусок получится тонким и ты его не сможешь спал на нас и ты не сможешь спал на насладиться его бесценным вкусом а вот так тоже неправильно а так нет неправильно на режь отсюда вот сюда хм я хоть оп не вижу особой разницы в толщине ты что даже торт не можешь нормально разрезать эй это обязательно вот так подгонять меня я ведь дала тебе все необходимые инструкции инструкции я вспомнил все что она мне говорила когда мы делали приготовление а мне кажется ты только мешала эй как ты можешь так говорить то что приготовления наконец успешно завершились исключительно моя заслуга моего чуткого руководства так что будет не слишком большим преувеличением назвать это моей заслугой откуда в те такая самоуверенность если хорошенько подумать мику с самого утра опекает меня нет не опекает а заботиться вот где то здесь я остановился вот смотрю я на тебя мику что это ты на меня так смотришь ты все же прямо так и и принцесса прямо так и принцесса что это ты вдруг хотя учитывая насколько я красива это почти правда это ой больно же возможно от переп полнявшего ее смущения мику хопнула меня по спине откуда столько в ней только в ней взялось столько силы а у нее титановые кости и там мышцы из рессоров точно точно ты прям настоящая принцесса прекрати уже и такая же эгоистичная а к тому же ты любишь заставлять людей делать то что тебе нужно ну в общем манипуляторша то это я уже заметил эй ты чего это а говорю как есть в любом случае было слишком скучно просто подчиниться ей думаю она просто простит мне маленький бунт ты намекаешь что у меня ничего не получается как следует так а что не так есть вещи которые у меня получаются ну например петь у меня получается ха ха например ну это вот как раз вот это вот первая фраза которую я еще не проходил лицом мику сделалась задумчивым думаю ей было нелегко найти ответ поблуждал по окрестностям я взгляд ее взгляд остановился на одной точке стола ну например в следующий миг она быстрыми движением схватила вилку и воткнула ее в торт я хорошо ем торт да я не понимал что она задумала и просто наблюдал за ней да затем она поднесла этот кусок торта к моему лицу кормить его будет и ну уже и что я по твоему должен сделать я посмотрел сначала на тот потом на мику я не понимал чего она от меня хочет ну она тебя кормит она няка му а это мм э ну скажи а за маму за папу да за мику за мику обязательно бы съел и ну же скажи а ну давай уже ешь скорее наконец то до меня дошла эта ситуация то я думаю он просто прикалывался дошла до него ситуация мику пыталась покормить меня торт у меня не было подобного опыта раньше но теперь я понял это ее скажи а вот так арх внезапно рот пронзила боль чё за хрень какая боль мику запихала туда слишком большой кусок торта а и ужас и даже покормить его нормально не может ты что делаешь это потому что ты тормозил я ведь говорила тебе но ведь сначала а потом говори в словах мику был смысл я кое как прогротил торт если не считать этого происшествия вкус довольно неплох так вот он какого этот скажи а я не могла вечно ждать пока ты все съешь проблема не в этом если бы ты сразу понял все было бы нормально это все я виноват да ладно я поняла давай повторим еще раз нет уж ну не глупи в этот раз все получится ночь уже на дворе ладно замолчи уже ха су ха су что за ха су прервал меня она начала глубоко дышать затем с сосредоточенным выражением лица она наклонила кусок торта на вилку наколола точнее так скажи а давай уже прекратим это ее лицо было ярко красным а руки дрожали если уж ее это так смущает зачем тогда было браться нет уж нет уж скажи а а а я не мог позволить чтобы в этот раз ничего не получилось иначе закормят до смерти она ж такая одним укусом я запихал торт в рот ням-ням ням-ням ну как а очень вкусно вот как хорошо но ты не подумай ничего такого ладно я сделала это чтобы доказать что есть вещи которые получаются даже у меня кажется я начинаю понемногу понимать ее когда я купил одежду она тоже довольно неловко пыталась выразить благодарность ладно теперь когда ты убедился можно и мне кусочек торта я кивнул может тогда ты ее теперь покормишь яку такую ммм как сладко Мику положила кусок торта в рот с таким блаженным видом это была ее лучшая награда для меня это была лучшая награда для меня ням-ням просто вкуснятина а не торт ха ха ты или ешь или говори одно из двух делишь сэн сует а делишес энд сует это короче по-английски вкусно и забавно или что-то такое сует это свит типа а вкусно и мило вот как это переводится хорошо бы рождество было каждый день оно так тебе понравилось похоже мику как и большинству девушек нравятся сладости так вот девушкам как бы нравятся сладости но то есть они от них жиреют становятся большими круглыми и злобными поэтому им сладости слишком много нельзя давать наблюдая как она расправляется с тортом у меня самого улучшилось настроение а вдруг у меня возникло чувство что я забыл некую важную вещь ты не будешь торт можно тогда я съем еще кусочек эй я не говорил этого ну пусть есть в принципе уже осталось меньше половины однако она разогналась пока я говорил это она съела большую часть на чужой каравай рот не развивай ты так объешься но ведь он такой вкусный ладно уж если бы не мику у меня не было бы никакой рождественской вечеринки если подумать я купил его специально для мику да я бы тоже такой няки купил тортик к тому же торты они небось дешевые ну в смысле если судить по тому какие они у нас по цене в принципе вполне себе можно купить это же извините меня не автомобиль какой-нибудь это даже студенту по карману хм кажется с тортом была еще одна вещь точно что такое съеденное назад не вернешь никто и не просит точно в этом пакете порывшись в пакете из-под торта я наконец нашел это ага вот оно это что свечки а я забыл воткнуть их в торт но они ведь несъедобные несъедобные съедобные ха ха шутишь мику посмеялась над этой незамысловатой шуткой кстати а что мне теперь с ними делать раз уж они есть давай украсим ими что-нибудь украсим что я покосился на маленький оставшийся кусок торта его и украсим будет здорово а ну раз ты так говоришь раз она сказала что хочет хочет не было причин возражать я воткнул свечи в торт в то что осталось от торта точнее так теперь надо зажечь я зажег свечи одну за другой комната озарилась мягким оранжевым светом ух как романтично да смотря на дрожащие язычки пламени меня охватило какое-то особенное чувство думаю это подходящее украшение для такой особенной ночи красиво освещенное слабым светом улыбающийся лицо мику в этом было что-то фантастическое от этого вида у меня перехватило дыхание хорошо в этот момент длился вечно даже жалко гасить эти огоньки а хочу чтобы это продолжалось вечно мику я снова сказала что-то странное да хотя мне было приятно что мику думает так же как я у меня было какое-то странное чувство возможно из-за бледного света свечей ее лицо выглядело странно одиноким не беспокойся пожалуйста нет я тоже так подумал ты тоже ладно давай наконец сфотографируемся да да это ведь наше первое рождество вместе говоря так я положил на стол свой сотовый покопавшись в настройках я включил режим камеры мику подвинься чуть ближе мику с созадаченным видом смотрела на меня это это ты не хочешь сфотографироваться вместе а нет я не это имела в виду мику подошла и встала рядом со мной так так хорошо так еще чуть правее так лучше нет если не придвинешься ближе не войдешь полностью в кадр а так нет еще нет а размер кадра у сотова был неважный я уже отчаялся сделать совместный снимок поэтому мне пришлось довольно бесцеремонно обнять мику за плечи ух эй это единственный способ уместить со в кадре да да наше дыхание теплота тело ощущение обнаженного плеча мику внимание улыбочку пожалуйста о даже такое есть смотрите я нажал на спуск раздался механический щелчок затвора и сработала вспышка но вообще то он не механический в мобильниках там все электрическое там нет механического затвора ну как так посмотрим так как экран был развернут в другую сторону я и сам этого еще не знал так и пожалуй мы сейчас закончим но я прямо сейчас продолжу еще и играть просто мне нужно прервать записи посмотреть хорошо ли оно записалось я просто боюсь если оно не запишется то это будет очень плохо всем пока это не акка будет еще более няшной и мы узнаем чем вся эта история закончится уже в следующих сериях всем пока пока